МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучше всего плазменными сгустками стрелять. Это возможно делать в вакууме. Спутники там поражат. Звериное рабство. Животные на службе у человека. Как живется стая хорьков в НАСА? И чем занимаются кролики на полях в Нидерландах? Кролик выполняет определенную функцию. Функцию прополки. Вполне определенные выгоды и одному, и другому, что называют существу. Амеба, поедающая мозг. Смертоносная бактерия заражает людей в США. Откуда взялся микроорганизм-убийца? И есть ли угроза для России? Риск того, что даже самые защищенные препараты, самые защищенные штаммы, самые защищенные вирусы попадут рано или поздно к людям и вызовут неконтролируемую эпидемию. Проклятый линкор. Нацистский крейсер Шарнхорст уничтожил сотни собственных солдат. Кто наслал проклятие на корабль? На верфи люди боялись, работники, подходить вообще к этому кораблю. Значит, были применены жесточайшие санкции. В общем-то, вплоть до расстрелов. И заставляли людей возвращаться, значит, на верфи. Подводное кладбище. В Телецком озере на Алтае покоятся тысячи мертвецов. Кто все эти люди? И что обнаружили ученые на дне водоема? Французский исследователь Жак Ив Кусто, когда они туда спускались, есть такая версия, что они вообще посидели, когда пробили вот эту муть и туда чуть-чуть глубже спустились и очутились среди этих трупов. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американские военные отказались от проекта магнитных рельсовых пушек, так называемых рельсотронов. На это оружие будущего США потратили полтора миллиарда долларов. Оружейники обещали создать пушку, способную разгонять снаряд до 8 тысяч километров в час и поражать цель на расстоянии в 160 километров. Но почему после стольких лет работы проект решили закрыть? Что скрывают в Пентагоне? И почему отечественные специалисты не отказались от создания аналогичного вооружения? Еще в прошлом году американские военные специалисты утверждали, магнитные рельсовые пушки превратят флот США в непобедимую армаду. Но вместо этого в декабре 2017 года Пентагон фактически закрыл этот проект. Что же пошло не так? По мнению независимых специалистов, после 12 лет работы и потраченных полутора миллиардов долларов, представленный американцами рельсотрон, оказался не более чем дорогой и бесполезной игрушкой. После двух-трех выстрелов она приходит в негодность. Отсутствие систем наведения в снарядах, стрелять на дальность, допустим, 100 километров, как хотят американцы, без системы наведения, достаточно бессмысленная затея. Американский рельсотрон требует 25 мегаватт энергии для работы. Но этого достаточно примерно для города с 18 тысячами домами. Но куда же ушли полтора миллиарда долларов американских налогоплательщиков? Неужели Пентагону понадобилось целых 12 лет, чтобы признать бесперспективность исследований? Рельсотрон — магнитная пушка. Она состоит из двух электродов, направляющих рельсов, по которым во время выстрела пропускают ток. Создается напряжение огромной силы, снаряд замыкает электромагнитную цепь и за счет этого вылетает на сверхбыстрой скорости. Вот максимальные скорости достигнуты в стрельбе танковых пушек. Это не превышает 2 километров в секунду. А рельсотрон способен даже до 11 километров в секунду разгонять снаряд. На скорости, допустим, 6-7 километров в секунду даже небольшая, там, несколько граммов снаряда, может несколько метров стали поражать. В отличие от западных коллег, отечественные ученые не отказались от создания рельсотрона. В нашей стране его разрабатывают еще с советских времен. Доктор технических наук Игорь Острецов в 60-х годах прошлого века заведовал лабораторией Первого ракетного института современного исследовательского центра имени Келдыша. Его отдел занимался в том числе и магнитными рельсовыми пушками. Еще в 50-е годы у меня в дипломной работе были фрагменты этого дела. Энергетический источник, который в те времена рассматривался, был так называемый МГД-генератор. Это вот принцип действия этого рельсотрона. Мало кто знает, но именно на основе рельсотрона были созданы плазменные двигатели для российских орбитальных спутников. Благодаря им наши космические аппараты могут маневрировать на орбите длительное время. По мнению профессора Острецова, будущее действительно за магнитными и плазменными пушками. Только вот применяться это оружие будет не на Земле, а в космосе. Принцип работы – это поперечный ток, а магнитное поле и продольное воздействие силовое. Лучше всего плазменными сгустками стрелять. Это возможно делать в вакууме. Спутники там поражать. Недавно инженерам российской академии наук удалось разогнать снаряд рельсотрона до невероятной скорости – 11 километров в секунду. Этого достаточно, чтобы выпущенный боеприпас преодолел притяжение Земли и вышел на ее орбиту. То есть у России, по сути, уже есть рельсотроны наземного базирования, способные сбивать на орбите вражеские спутники. Строительная компания из Ярославля приглашает на работу кота. Пушистому сотруднику предлагают оклад в 15 тысяч рублей в месяц. В должностные обязанности входит так называемое обживание новых домов. Удивительно, но даже в 21 веке люди продолжают использовать труд животных. Защитники природы называют это звериным рабством. Но так ли плохо нашим меньшим братьям на службе у человека? Как живется стаи хорьков в НАСА? И чем рискуют кролики на томатных плантациях в Нидерландах? Когда мы спасли Раджу, это был первый раз в жизни, что я видел, как слон плачет. Раджа – 50-летний слон. За свою жизнь он сменил более 27 хозяев. Каждый из них держал животное в цепях, бил, морил голодом и заставлял работать по 15 часов в день. Слона вот заковывают, ну, практически, вот, слонови как-то не наручники, кандалы, чтобы он не смог уйти. Слона запугивают, избивают, избивают, принуждают к каким-то необходимым действиям. Когда мы привезли слона, на его теле были ужасные раны, пораженные инфекцией. Он мучился от боли. Волонтерам понадобилось несколько месяцев, чтобы восстановить здоровье Раджи. Сейчас он живет в заповеднике на севере Индии в компании пяти слоних. Однако, по словам местных зоозащитников, в трудовом рабстве находятся еще 80 слонов. И это только известные случаи. Бежать! Давай! Давай сюда! Спасибо! Фукусан 17 лет. И 14 из них она работает официантом в этом японском ресторане. Обезьяна разносит посетителям салфетки и напитки в бутылках. Иногда ей даже доверяют доставку закусок. Владелец бара Каору Ацука утверждает, что не планировал превращать обезьян в официантов. Просто он так привязался к своим питомцам, что стал брать их с собой в ресторан. Это началось более 17 лет назад. Они сами не хотят сидеть на кухне, выходят к гостям и всячески пытаются помочь мне с работой. Но я их не заставляю это делать. Им нравится. И все довольны. Вау! Многим обезьянам свойственны виды деятельности такие, как помощь сородичам или человеку. То есть принести газету или убрать тарелку. Этому обезьяну можно научить. Это не является для нее каким-то насилием, какой-то эксплуатацией. Она воспринимает это как игру. Но где кончается игра и начинается рабство? Животные работают даже в НАСА. Строить космические объекты американцам помогают хорьки. Они чистят узкие трубы коммуникации, протягивая за собой специальные щетки. Хорьки – это норные животные. Поэтому то, что их запускают какие-то в узкие туннели, для них это естественно. Это как раз использование их инстинкта. А в Нидерландах крупнейший сельхозпроизводитель взял на работу 75 кроликов. Грызуны пропалывают грядки с помидорами, съедают сорняки, при этом горькую ботву томатов они не трогают. Кролик выполняет вполне определенную функцию, функцию прополки. Если бы это выполнял человек, во-первых, он не так бы это качественно мог сделать. Так что здесь все понятно. Вполне определенные выгоды и одному, и другому, что называется, существу. Казалось бы, все довольны, но зоозащитники утверждают, некоторые сорняки для кроликов настоящий яд. Наевшись опасной травы, некоторые животные умирают мучительной смертью прямо в поле. Экономисты считают, что от звериного труда люди не откажутся никогда. Заставлять работать братьев наших меньших выгодно. Зарплату им платить не нужно, никаких страховок, отпускных и отгулов. Да и трудовое законодательство на них не распространяется. Главное правило при работе с животными не причинять им вреда и обеспечивать достойные условия содержания. Только такое сотрудничество можно считать взаимовыгодным. Далее в программе. Мертвые души. Исследователи считают, что Китай преувеличивает размеры своего населения в два с половиной раза. Зачем КНР обманывает весь мир? Сегодня создано колоссальное количество очень серьезных исследований. Причем проверить это можно. Амеба, поедающая мозг. Смертоносная бактерия заражает людей в США. Откуда взялся микроорганизм-убийца? И есть ли угроза для России? Риск того, что даже самые защищенные препараты, самые защищенные штаммы, самые защищенные вирусы попадут рано или поздно к людям и вызовут неконтролируемую эпидемию. Пожиратель стали. Французский шоумен Мишель Латито съел более 9 тонн металла. Как его организм выдержал такое меню? И можно ли проглотить самолет? Велосипед пошел хорошо. А вот с цепью возникли проблемы. Она застряла. К счастью, доктор смог достать цепь из моей прямой кишки. Манускрипт 512. Историки нашли автора рукописи карты, ведущей к затерянному городу сокровищ. Кем был неизвестный путешественник? И что случилось с теми, кто отправился по его следам? Была пущена легенда, что в джунглях, Амазония, это за Антами уже. Там находится таинственная страна Эльдорадо, что там есть город. В эфире загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Сенсационное заявление. Ряд исследователей считают, что власти КНР намеренно преувеличивают количество своих граждан. Специалисты утверждают, что на самом деле в Китае проживает не миллиард 370 миллионов человек, а всего чуть больше 500 миллионов. Но как такое возможно? И если это действительно так, то почему правительство Поднебесной придумывает несуществующих людей? Зачем нужны китайские мертвые души? Конспирологи сделали шокирующее заявление. Большей части населения Китая в действительности не существует. Исследователи обратили внимание на некоторые противоречивые факты. Так, например, по результатам переписи 1845 года китайцев было всего 430 миллионов. Тогда каким образом всего через 150 лет жителей КНР стало больше на целый миллиард? Я благаю, люди пользуются неверными цифрами, не исходя из серьезных статистических расчетов. Сегодня создано колоссальное количество очень серьезных исследований, причем проверить это можно. Противники этой версии утверждают, времена так называемой культурной революции в Китае действительно были непростыми. За эти 10 лет с 60-х по 70-е годы прошлого века погибли многие. Но если верить официальной статистике, рождаемость в эти годы тоже была сверхвысокой. Считается, что сегодня в Китае проживает 1 миллиард 370 миллионов человек. Есть, по сути дела, четкие статистические данные под названием население КНР, Китайской Народной Республики. Туда включается население сейчас Тайвань, это чуть больше 20 миллионов человек, включается и Гонконг, и Макао, которые перешли под юрисдикцию КНР. Китай поделен на так называемые автономные районы. Всего их 5, но 2 из них малопригодны для жизни. Это горы, степи и пустыни. Авторы сенсационной гипотезы утверждают, в трех оставшихся областях они занимают 4 миллиона квадратных километров, то есть почти половину территории КНР живет всего 46 миллионов человек. Это 3% от всего заявленного населения. Если посмотреть на карту, то некоторые районы Китая, например, Тибет и внутренняя Монголия, практически безлюдны. Население сосредоточено в основном вдоль Тихоокеанского побережья. Но в таком случае, где живет остальной миллиард. Если крупные города собрать и умножить их население на их количество, то получится примерно население этой территории. И вот получается как раз цифра в районе 500 миллионов, которая для такой территории более правильная. Все остальные до полутора миллиардов, до 1,7 миллиардов это уже выдумка. Официальные источники КНР утверждают, исследователи ошибаются. Население страны издавна селилось на плодородном юге и в больших торговых городах. Китайские социологи заявляют, на востоке страны проживает около 94% населения. Это примерно 1 миллиард 250 миллионов. На западе живут оставшиеся 6%. По мнению некоторых экспертов, при таком количестве людей китайцы могут легко завоевать соседнюю Мьянму. Бескрайнее морское побережье, теплый климат, огромная территория в 678 тысяч квадратных километров и распоряжается всеми этими богатствами. Население всего в 50 миллионов. Если бы население все время пухло, ну как бы вскипало, то, конечно, мы видели бы орды китайских молодых людей, прежде всего молодых, которые бы завоевывали соседние страны. Да, та же Мьянма, например, она бы одной из первых была завоевана. Монголия другой сосед Китая. Ее территория больше Франции и Германии вместе взятых, а населения в стране почти нет. Всего 2 миллиона 700 тысяч человек. Но почему Китай не претендует на эти земли? Китайцам, строго говоря, не нужно больше места. Это расхожий миф, который постоянно эксплуатируется, и он имеет свои корни еще в 19 веке, когда китайцы переселялись в Калифорнию, их на самом деле насильственно переселяли, и говорили, что они переселяются, потому что им негде жить. Китайцам есть где жить. Политологи поясняют, Китаю нужны не территории, а новые рынки. Именно их в последние годы он стремится освоить. Кроме того, население страны действительно не столь многочисленно. Во время переписи населения правительство включает в статистику и так называемых хуаханей, людей, живущих в Китае, и хуацяо, китайцев, живущих за границей. По официальной статистики, которая в данном случае не совсем точна, за рубежами Китая проживает от 50 до 90 миллионов человек. На самом деле не такое большое число, если брать относительно всего населения Китая. Демографы утверждают, исследователи ошибаются. Истинное население Китая не меньше, а больше заявленного. Во время проведения политики «Одна семья, один ребенок» некоторые родители, чтобы избежать штрафов, попросту не регистрировали вторых детей. По оценке экспертов, сейчас в Китае около 150 миллионов таких нелегалов. Группа немецких исследователей отправляет подводную экспедицию на место крушения Шарнхорста, немецкого крейсера-гиганта времен Второй мировой войны. 75 лет назад во время сражения у берегов Норвегии его потопила британская эскадра. По задумке фюрера, этот линкор должен был стать главным оружием флотилии Третьего Рейха. Его считали непотопляемым и непобедимым. Однако корабль не оправдал надежд своих создателей. Он не только не смог проявить себя в бою с противником, но и сам стал причиной гибели многих немцев. Суеверные моряки считали Шарнхорст проклятым. Но кто наслал на него это проклятие? И почему историки называют это судно главным врагом собственного флота? Линкор Шарнхорст по всем параметрам превосходил другие военные корабли своего времени. Противоторпедная защита, мощное зенитное вооружение. В Германии его называли лучшим крейсером в истории. 3 октября 1936 года под звуки оркестра корабль спускали на воду, но 7-дюймовый трос внезапно лопнул и Шарнхорст рухнул на две баржи, стоявшие у берега. На одной из этих барж была команда, которая отмечала спуск своего корабля на воду. Значит, эта баржа ушла ко дну и другая баржа была тоже уничтожена. Погибли сотни человек и сотни были ранены и получили тяжелую вещь. Суеверный рейксканцлер решил, что Шарнхорст проклят и приказал отправить его на металлолом. Однако адмиралы убедили фюрера, эта трагедия всего лишь случайность. Военные скрыли, что погибшие моряки стали не первыми жертвами корабля. Оказывается, еще во время строительства судно перевернулось в сухом доке. Более сотни людей погибли. На верфи люди боялись работники подходить вообще к этому кораблю. Были применены жесточайшие санкции, вплоть до расстрелов и заставляли людей возвращаться на верфи. 3 сентября 1939 года в 13.25 немецкий флот выступил против Англии. Уже на следующий день британские бомбардировщики атаковали находившиеся на якорной стоянке Шарнхорст. Во время бомбардировки в носовой башне линкора произошел взрыв. Погибли 20 человек. Через несколько часов вышла из строя система подачи воздуха. Еще 12 матросов умерли от удушья. Несчастье с первого дня закладки продолжали преследовать этот корабль с каким-то дьявольским постоянством. Постоянно, чуть не каждый день что-то происходило. В апреле 1943 во время боевого дежурства у норвежских берегов Шарнхорст атаковала эскадра британских кораблей. У судна вышел из строя радар и англичане расстреляли гитлеровский крейсер практически в упор. Капитан безуспешно пытался прорвать окружение. Когда одна из торпед попала в склад боеприпасов произошел взрыв. Шарнхорст разломился пополам. По легенде двоим матросам злополучного судна удалось выжить. Добравшись до берега они разожгли примус из аварийного комплекта. Однако приготовить обед так и не успели. Примус взорвался и матросы сгорели заживо. Считается, что они стали последними жертвами проклятого линкора. Вот даже то, как он утонул, в этом тоже есть мистический знак. Линкор создавался для агрессии, для захвата с самого начала. В нем уже была заложена идеология фашизма. Это на самом деле знак того, что он был проклят сверху. В октябре 2000 года норвежские ВМС обнаружили затонувший Шарнхорст в 130 километрах от Нордкапа, мыса на севере Норвегии. Удивительно, но прагматичные немцы решили не поднимать со дна проклятый крейсер. Обломки корабля до сих пор покоятся на дне Баренцева моря. Далее в программе подводное кладбище в Телецком озере на Алтае покоятся тысячи мертвецов. Кто все эти люди и что обнаружили ученые на дне водоема? Французский исследователь Жак в Кусто, когда они туда спускались, есть такая версия, что они вообще посидели, когда пробили вот эту муть и туда чуть-чуть глубже спустились и очутились среди этих трупов. Пожиратель стали. Французский шоумен Мишель Латито съел более девяти тонн металла. Как его организм выдержал такое меню? И можно ли проглотить самолет? Велосипед пошел хорошо, а вот с цепью возникли проблемы. Она застряла. К счастью, доктор смог достать цепь из моей прямой кишки. Манускрипт 512. Историки нашли автора рукописи карты, ведущей к затерянному городу сокровищ. Кем был неизвестный путешественник и что случилось с теми, кто отправился по его следам? Была пущена легенда, что в джунглях Амазонии, это за Андами уже, там находится таинственная страна Эльдорадо, что там есть город. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Лемуры напали на британского журналиста. Инцидент произошел в зоопарке английского графства Норфолк. По словам репортера Алекса Данлапа, он снимал сюжет о ежегодной переписи животных, проходящей в зверинце. Во время записи одного из эпизодов зверьки неожиданно атаковали мужчину. Начали прыгать на него, карабкаться по одежде и даже кусаться. Впрочем, никаких серьезных травм агрессоры не причинили. В США пробудился смертоносный вулкан Йеллоустон. Ряд сейсмологов считает, что его извержение может уничтожить весь североамериканский континент. Огненная гора начала просыпаться летом прошлого года. В июне на территории парка зафиксировали толчки в 5 баллов. Некоторые американские СМИ утверждают, что геологи скрывают истинные показатели активности супервулкана. Сейчас за ним непрерывно наблюдает международная группа ученых. Дрессировщик собака из США выставил на показ замороженное тело так называемого снежного человека. По словам Кейна, его отец убил едти на охоте еще в 1953 году. Якобы с тех пор тело хранилось в промышленном холодильнике. Для удобства транспортировки его расчленили. По данным исследователей, одна только голова весит примерно 55 килограммов, а весь гигант более полутонны. Однако криптозоологи не хотят признавать подлинность находки. В ответ Кейн отказался предоставлять тело едти для исследований. Он планирует открыть собственный музей, посвященный истории Бигфута. В интернете опубликовали кадры с полигона Танопа, секретной базы зона 52. Она находится в 48 километрах от Невады, по соседству со всемирно известной зоной 51. В 70-е годы в Танопе проводились секретные тренировочные бои американских самолетов с советскими истребителями. Сейчас на полигоне испытывают ракеты и ядерное оружие. В сарае жителя американского города Паттерсон дикие шершни свели гнездо размером с холодильник. Шокированный фермер обратился к специалисту по истреблению насекомых. Прибывший эксперт назвал осиное жилище дедушкой всех гнезд. По признанию дизинсектора, за годы работы он не встречал ничего подобного. Как правило, шершни вьют свои гнезда из гнилой древесины и веток. В случае опасности насекомые могут атаковать врага всем роем. Такое нападение может убить человека. Это Мишель Латитто, французский шоумен. За свою жизнь он съел около 9 тонн металла. Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. И несмотря на многочисленные попытки побить его рекорд в поедании стекла и железа, сделать это никто так и не смог. Мишель Латитто умер чуть больше 10 лет назад. И поедание опасных предметов здесь ни при чем. Удивительно, но по словам медиков любовь к фарфору, всевозможным металлом и резине никак не отразилась на здоровье артиста. Но как такое возможно? Почему острые бритвы и битое стекло не ранили желудок звезды? Как он сумел проглотить целый самолет? И что убило всеядного шоумена? Французы Мишеля Латитто в прессе назвали «Мсье съешь все». За свою карьеру шоумена он проглотил 18 велосипедов, 15 тележек из супермаркета, 7 телевизоров, 6 канделябров, 2 кровати, компьютер, гроб и даже самолет Cessna 150. Велосипед пошел хорошо, а вот с цепью возникли проблемы. Она застряла. К счастью, доктор смог достать цепь из моей прямой кишки. Личный врач для Мишеля был необходимостью. Каждое выступление артист рисковал своей жизнью. Острые и твердые предметы внутри пищеварительной системы могли привести к смерти. Иногда ему бывает очень больно, как и людям, которые видят его в таком состоянии. Но что заставляло мсье Латитто глотать металл и стекло? И почему опасные трюки перед публикой стали делом его жизни? Очень-очень хорошо. Свой первый кусок стекла Мишель съел в 9 лет. Таким образом он хотел произвести впечатление на сверстников. Я пил, стакан лопнул. Я слышал, что едят стекло и сделал то же самое. Потом я рассказал друзьям, но они мне не поверили. Тогда я опять съел стекло и порезался. С тех пор я занялся разработкой правильной технологии. Своим главным инструментом Латитто называл кусачки. С их помощью он разделял крупные предметы на мелкие детали, не больше гайки, а потом съедал их обильно запивая водой и маслом. Так путешествие острых осколков по пищеводу становилось менее опасным. Однако риск серьезных внутренних повреждений все равно был очень высоким. Но несмотря на это, Латитто решил сделать данный фокус делом всей своей жизни. Глядя на видеозаписи его выступлений, кажется, что он получал удовольствие от такой пищи. Он проделывал это на протяжении всей своей жизни перед огромным количеством людей. Это круто! Впервые прочитал о нем в книге рекордов Гиннесса о человеке, который съел целый самолет. И потратил он на это всего два года. Тогда я понял, что мир на самом деле еще более загадочен и необычен, чем я привык его воспринимать. Он даже написал книгу «Как съесть самолет». Однако среди исследователей феномена Мишеля Латитто есть и те, кто считают невероятные способности артиста опасной патологией. На этом снимке мы видим его желудке куски бритвенных лезвий, еще болты в кишечнике. Вот здесь тоже. Они вышли оттуда через пару часов после того, как был сделан этот рентген. Бернар Марзол, личный врач шоумена, уверен, у Мишеля стенки кишечника и желудка были толще, чем у обычных людей. Именно поэтому он долгие годы мог глотать лезвия и шурупы без серьезных последствий. Если вы решите съесть телевизор или компьютер, будьте готовы к тому, что некоторые детали могут быть очень и очень опасными. Это может закончиться плохо. Современная наука допускает. Человек может употреблять в пищу несъедобные предметы. Например, дети часто тянут в рот песок или землю. Однако такие явления должны быть временными. Взрослый человек с тягой к употреблению стекла и металла это патология. Причем не физическая, а психическая. Пикацизм это именно стремление человека к поеданию несъедобных предметов. Это, скажем, одно из психотрических расстройств человека. У взрослых людей проявление пикацизма может быть отнесено к серьезным или, скажем, к началу серьезных психотрических заболеваний, как шизофрении, например. Однако близкие Мишеля уверены, глотать лезвия, стекло или металл он начал только ради славы и денег, полностью осознавая, чем и для чего рискует. Латито умер в 2007 году от сердечного приступа. Незадолго до смерти он прекратил выступление и переехал на свою родину в Гренобль. По словам родственников, после своего финального шоу Мишель не съел ни одного железного или стеклянного предмета. Национальный институт здравоохранения США отменил мораторий на исследование смертельно опасных вирусов и микроорганизмов. Запрет действовал с 2014 года. По словам специалистов, тогда из-за нарушений правил безопасности в одной из лабораторий несколько сотрудников едва не заразились сибирской язвой. Конспирологи утверждают, что нынешнее решение возобновить исследование смертоносных вирусов не случайность. Американские водоемы заражены опасной бактерией и ученые ищут способ нейтрализовать эту угрозу. Но кто и зачем отравил реки и озера США? И может ли одноклеточная убийца оказаться в России? Американские СМИ утверждают, из-за халатности ученых в реки и озера США попала инфекция опаснее сибирской язвы. Зарегистрированы случаи, когда в течение 10 дней после купания в местных водоемах люди умирали от неизвестной болезни. Врачи предполагают, что виной всему простейший организм амеба баламутия. Те условия, в которых заразились и контингент людей, ослабленные дети, они тяжелейшим образом болеют и люди, конечно, могут погибнуть, не успея подобрать лекарства и использовать нужное. результаты исследований микроорганизма шокировали медиков. Оказалось, что амеба поедает мозг своих жертв. По словам врачей, вместе с водой одноклеточная убийца попадает в нос человека. Затем она начинает стремительно пожирать нервные клетки до тех пор, пока ее жертва не умрет. Самое страшное, что даже коктейль из сильнейших антибиотиков не может остановить эту инфекцию. По официальным данным властей США амеба уже убила более 200 человек. Независимые исследователи уверены, реальное число погибших значительно больше. Официальные данные, которые публикуются в общем доступе, это, ну, не вся правда. Существуют способы, благодаря им мы можем избежать ошибочного толкования статистических данных. Они исключают предвзятость при проведении исследований, но иногда выводы заказываются определенными структурами. Тогда фигурируют те результаты, которые выгодны заказчику. Именно так мы можем судить о подтасовке результатов исследования по количеству погибших в США в результате заражения этой бактерией. Специалисты допускают, что многие умершие от менингита и инсульта на самом деле стали жертвами этой амебы. То есть это места, где чаще всего и вскрытие не производят, и лаборатории нет с квалифицированными кадрами и оснащением. Поэтому списываются под различные заболевания, которые чаще всего приводят к смерти. Однако конспирологи уверены, врачи намеренно скрывали случай заражения амебой. Эксперты предполагают, что ее создали в одной из секретных лабораторий США. Из-за халатности персонала опасная бактерия попала в водоем. Якобы теперь власти готовы на все, чтобы остановить амебоубийцу. А запрет на исследование смертельных вирусов отменили только для того, чтобы ученые смогли найти способ уничтожить этот микроорганизм. Присловутый человеческий фактор это всегда риск того, что даже самые защищенные препараты, самые защищенные штаммы, самые защищенные вирусы попадут рано или поздно к людям и вызовут неконтролируемую эпидемию. И однажды такая инфекция вырвавшись на свободу может поставить само существование человечества под угрозу. Родственники погибших от инфекции обратились к независимым специалистам. Эксперты установили, одноклеточная убийца уже проникла во многие пресные водоемы США. Правительству США необходимо скрывать масштаб катастрофы. В противном случае придется признать, что разрабатывалось опаснейшее бактериологическое оружие, которое из-за халатности сотрудников лаборатории могло в том числе оказаться и в руках международных террористов. Ну и заражение американских водоемов этой амебой само по себе катастрофа. США и Россию разделяют тысячи километров и у жителей нашей страны казалось бы нет причин опасаться смертоносной бактерии. Однако по словам паразитологов угроза появления амебы убийцы все же существует. По данным Ростуризма ежегодно США посещают более двухсот тысяч россиян. Далее в программе подводное кладбище. В Телецком озере на Алтае покоятся тысячи мертвецов. Кто все эти люди и что обнаружили ученые на дне водоема? Французский исследователь Жак и Фкусто когда они туда спускались есть такая версия что они вообще посидели когда пробили вот эту муть и туда чуть-чуть глубже спустились и очутились среди этих трупов. Манускрипт 512 историки нашли автора рукописи карты ведущей к затерянному городу сокровищ. Кем был неизвестный путешественник и что случилось с теми кто отправился по его следам. Была пущена легенда что в джунглях Амазонии это за Андами уже там находится таинственная страна Эльдорадо что там есть город В эфире загадки человечества смотрите прямо сейчас Это живописное озеро на Алтае местные шаманы называют проклятым местом а исследователи аномальных зон отмечают его на своих картах как одну из самых опасных территорий нашей страны Но чем Телецкое озеро так пугает исследователей? Официально это место считается одной из главных достопримечательностей горного Алтая Ежегодно его посещают тысячи туристов Но жители окрестных деревень верят у этого водоема нет дна А в его глубинах обитают духи стражи которые защищают несметные богатства Но почему Телецкое озеро называют подводным кладбищем? И что обнаружили ученые на дне водоема? Эксперты по выживанию предупреждают на Телецком озере терять бдительность нельзя ни на минуту В разные годы здесь происходили катастрофы Зимой под лед ушли снегоход и автомобиль Летом утонул катер разбились гидросамолет и вертолет Там был ряд высокопоставленных чиновников такого местного уровня и мне повезло родственники вызвали водолазов водолазы там работали в течение нескольких месяцев были заплачены деньги тел не нашли трупы естественно не всплыли Это живописное озеро называют подводным кладбищем Жители окрестных поселений утверждают попавшие в омут остаются в нем навсегда Действительно по словам экспертов большинство тел погибших здесь людей так и не было обнаружено Глубина озера 325 метров это не точно Некоторые предполагают что там где-то до километра а может даже до 11 километров это двойное дно То что на глубине 50 метров там трупы вот так вот стоят разных национальностей народностей включая тангутов китайцев там и все такое Алтайские шаманы уверены озеро проклято они называют его Алтынкуль в переводе с монгольского золотое озеро якобы много лет назад жестокий правитель решил схоронить на дне водоема часть своего богатства золотой слиток размером с конскую голову вместе с сокровищами на дно было отправлено целое войско по преданию солдаты до сих пор стоят ровным строем вокруг сундука с золотом считаю что тайны Телецкого озера можно раскрыть потихонечку лишь только в том случае если вы найдете общий контакт с местным населением французский исследователь Жак Ив Кусто когда они туда спускались есть такая версия что они вообще посидели когда пробили вот эту муть и туда чуть-чуть глубже спустились очутились среди этих трупов действительно эксперты считают на дне Телецкого озера могут покоиться тысячи тел попавшие сюда в разные эпохи удивительно но благодаря ледяной воде трупы в ней просто не разлагаются вот эта зона и очаговой вечной мерзлоты поэтому вода в Телецком озере очень холодная и естественно утонувшие озера не всплывают поскольку в холодной воде трупы не всплывают это общеизвестная практика поэтому они там сотни лет всякие там легенды что чуть ли не воины Чингисхана там затонули и бедненькие стоят охраняют это самое озеро по словам специалистов дно Телецкого озера исследовано меньше чем Марианская впадина холодная вода и условия высокогорья делают дайвинг по-настоящему экстремальным водолазы утверждают что техника здесь просто отказывает международная группа историков заявила что им удалось раскрыть тайну так называемого манускрипта 512 о загадочном бразильском городе сокровищ рукописи 265 лет она хранится в национальной библиотеке Рио-де-Жанейро исследователи уверяют этот документ не что иное как карта к затерянному древнему городу полному золоту но почему более чем за два века никому так и не удалось отыскать загадочное поселение и что случилось с теми кто рискнул отправиться на поиски затерянного рая бразильские историки заявили им удалось установить автора таинственного манускрипта 512 они считают карту городу сокровищ составил Жуанда Силва Геморраемш охотник за индейцами исследовавший в 1973 году земли провинции Бая они искали в общем-то рудники серебряные старинные рудники в которых индейцы еще добывали серебро но найти им к сожалению так и не удалось 10 лет они скитались по этим джунглям внутренним жунглям Бразилии но вот кроме этого города больше ничего они не нашли так называемый манускрипт 512 написан на португальском языке он похож на экспедиционный отчет или некое письмо описывающее загадочный заброшенный город где якобы хранятся неиссякаемые запасы золота и серебра причем город был необычный там вход состоял из трех и были очень красивые дома хотя они представляли с собой развалина развалина был дворец развалина был храм недалеко от этого города они нашли сельскохозяйственную постройку но людей нигде не было жизни там не было и уже давно не было в рукописи упоминается что один из членов экспедиции некий Жуан Антонио нашел среди развалин храма золотую монету на одной ее стороне был отчеканен колено преклоненный юноша на другой лук корона и стрела эта находка и стала основой для рождения легенды о несметных богатствах спрятанных под руинами затерянного города они нашли на воротах интересные значки они их срисовали эти значки чем-то напоминали арабские цифры и то что в общем-то близко к греческому алфавиту но прочесть их они не смогли как впрочем потом не смогли прочесть эти зарисованные значки и другие исследователи в манускрипте говорится после нескольких лет безрезультатных поисков рудников путешественники пытались вернуться в загадочное поселение но отыскать дорогу к нему так и не смогли в 1925 году изучив рукопись британский археолог Харрисон Фоссетт решил найти мифический город эта поездка в Бразилию стала его последней экспедицией он отправился в экспедицию искать этот город и взял сына еще кого-то сам он пропал 13 экспедиций его потом искали и никаких следов а вроде бы сын и еще один спутник они раньше отделились поэтому они так сказать уцелели современные историки считают на самом деле рукопись 512 может быть искусной подделкой подделка подобного рода рукописных памятников совсем не новое слово в истории известны случаи когда за древние сочинения исторического религиозного или мистического характера выдавались современные подделки требуется не так уж много мастерство каллиграфа умеющего написать текст похожий графический и стилистический на рукописи нужного периода и авантюризм того кто все это задумал в начале 20 века именно тогда нашли манускрипт власти бразилии активно искали доказательства существования на своей земле следов древнейших цивилизаций наподобие города майя поленке в мексике они считали такое открытие может укрепить централизованную власть новой бразильской монархии и загадочная рукопись с описанием некоего спрятанного в джунглях древнего города легко решала эту проблему была опущена легенда что в джунглях Амазонии это за Андами уже там находится таинственная страна Эльдорадо что там есть город город это название не имеет его город Зе латинское обозначено неужели вы допускаете что есть руины города даже в джунглях Амазонии которые бы сейчас не были известны по другой версии выдвинутой историком Теодором Сампаю в 80-х годах 19 века автор манускрипта на самом деле был литератором и в своем дневнике он просто сочинял рассказ в котором описал скалы Шапада Диамантина по форме некоторые из них действительно напоминают руины древнего города Сейчас рукопись 512 оцифровывают копии манускрипта запросили сразу несколько исследовательских организаций долгое время считалось территория Амазонии изучена достаточно хорошо и никаких скрытых городов там просто нет но недавнее открытие экспедиции Майкла Хеккенбергера в бразильских джунглях археологи обнаружили целую агломерацию тысячелетней давности изменило мнение ученых Английский мыслитель Джон Лок считал что никаким другим путем нельзя прийти к истине и овладеть ею кроме как копать и разыскивать ее как золото и скрытый клад Давайте идти по этому пути вместе С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу Загадки человечества Субтитры создавал DimaTorzok